Ты знаешь, как построить хорошую верлогу? Я научу тебя, тебе это пригодится. Нужно вырыть когтями небольшую ямку, улечься в неё поудобнее, над тобой будет свистеть ветер, а хлопья снега будут сыпать тебе на плечи. Но ты лежи и не шевелись. Под снегом скроется спина, лапы, голова. Не беспокойся, не задохнёшься. От тёплого дыхания в снегу появится одушина. Снег плотно засыпет тебя. Ты отлежишь бока, у тебя затекут лапы. Терпи, терпи, пока над тобою не вырастет огромный снежный сугроб. Тогда начинай ворочаться. Ворочься, что есть сил. Боками отменай снежные стены. Потом встань на четыре лапы и вытни спину. Подними повыше потолок. Если ты не поленешься, у тебя будет хорошая берлога. Просторная и тёплая, как наша. Так белая медведица учила маленького медвежонка Умку. А он лежал на боку её тёплого мехового живота. И нетерпеливо дрыгал задними ногами. Будто ехал на велосипеде. В берлоге было тепло. На дворе стояла тёплая долгая ночь. И звёзды не просвечивали сквозь плотную снежную крышу. Пора спать, сказала белая медведица. Умка ничего не ответил. Только сильнее затрыгал лапами. Он не хотел умыться. Медведица стала расчёсывать пушистую шкуркунку. Когтистой лапой. Другого гребешка у неё не было. Потом она стала мыть его языком. Умка не хотел умыться. Он вертелся и отворачивал голову. И медведица придерживала его своей тяжёлой лапой. Расскажи про рыбу, попросил Умка. Хорошо согласилась белая медведица. И стала рассказывать про рыбу. Далёко, в тёплом море, Где не отлетел, Живёт печальная рыба солнца. Она большая и круглая. И плавает только прямо. И не может увильнуться от дубов рыба-акулы. Потому и печальная. Умка соцал лапу и внимательно слушал. Потом он сказал, Как жаль, что наше солнце — это рыба, И что его съела акула. Сидим в потёмках. Наше солнце не рыба, Разразила белая медведица. Оно плавает в небе, В голубом вверхнем море. Там нет акул, там птицы. Когда же оно приплывёт? Спи, строго сказала белая медведица. Когда ты проснёшься, Будет солнце и будет светло. Умка вдохнул, Поворчал, поворочился и уснул.